Спортивная школа Олимпийского резерва «Атом» ведет набор детей в секцию лыжных гонок. С начинающими лыжниками занимаются именитые спортсмены, участники соревнований российского и мирового уровней. В этом году в школу Олимпийского резерва «Атом» набор новых учащихся ведут три тренера – Елена Седова, Павел Шаров и Мария Козякаева. До наступления зимы ребята занимаются общей физической подготовкой, бегают кроссы, выполняют специальные упражнения и постепенно осваивают лыжероллеры. Как только выпадает снег, педагоги учат юных спортсменов вставать на лыжи. Я единственное скажу родителям, что весь инвентарь не нужно покупать пока. То есть ребятам мы предоставляем и лыжи, и ботинки, и палки. То есть для начальной подготовки этого вполне достаточно. Поэтому ждем ребятишек с хорошим настроением. Я всегда говорю, только хорошее настроение должны ребятишки приходить. Занятия для самых маленьких проходят в световой день с 14.30 до 16.00 часов три раза в неделю. С шоратом набирают ребят с 7 лет в спортивно-оздоровительную группу, а с 9 лет учащиеся переходят на спортивную подготовку. Все учащиеся принимают участие в городских соревнованиях. Спортивно-оздоровительные группы мы должны уже до октября месяца точно сформировать. А начальную подготовку до середины октября. До середины октября мы группы должны укомплектовать. Но все равно, если места есть, мы в течение года все равно принимаем. Потому что кто-то по состоянию здоровья выгывает потихонечку, кто-то, сами знаете, кому-то не понравилось, он ищет что-то себе другое. Это, в принципе, нормально и правильно. Получить дополнительную информацию по набору в лыжную секцию можно в любой будний день на лыжной базе с 14 до 18 часов или по телефону 4-98-13. 30, 50, а порой и 80 километров на велосипеде для участников движения, велопрогулки, выходного дня – обычное дело. Организаторы находят тихие маршруты без машин и шума города, где любители двухколесного транспорта могут насладиться поездкой, пока позволяет сезон. Мы заметили, что многие саровчане убирают велосипед как средство передвижения по городу. С ним можно и в школу, и на работу, и в лес отдохнуть. Кстати, благодаря движению велопрогулки выходного дня у людей есть возможность попробовать свои силы в заездах разной сложности, а также насладиться природой Нижегородского края. Об этом спортивном движении мы узнали через социальную сеть ВКонтакте. Группа называется «Веловыход Саров». Там организаторы размещают информационные посты, где пишут дату встречи, маршрут, выкладывают фото. Вообще сама политика у нас группа такая, что мы ищем места, где не ездят машины. То есть стараемся выбирать лесные дороги, либо в полях какие-нибудь укатываемся. Ну, примерно так. А как определить для себя подходящий маршрут? Оказывается, у велосипедистов существует специальное обозначение, которое помогает выбрать нужную дистанцию. У нас очень многие, кто приходит, свежие новички, так скажем, они задаются вопросом. То есть, допустим, написано время, место, это все понятно, да? И пишется, допустим, катание зеленое или желтое или красное. Есть катание, грубо говоря, на короткие расстояния, когда любой пришедший может проехаться. А бывают такие расстояния. Мы можем выкатить и на 50 километров, и бывает до 80 у нас доходят маршруты. Заниматься спортом вместе всегда увлекательнее. Ведь есть поддержка коллектива, получаешь профессиональные советы. Велодвижение Сарова может изменить жизнь горожан в лучшую сторону. Да просто хочется кататься, хочется активный образ жизни поддерживать. Ну и плюс круг общения достаточно прилично расширился за вот это время. Следите за группой велопрогулки выходного дня в социальной сети ВКонтакте и принимайте участие в заездах на разную дистанцию. В Болгарии завершился чемпионат мира по русским шашкам среди юношей и девушек. В основной классической программе Алиса Рубцова в упорной борьбе завоевала серебряную медаль и вновь поднялась на вторую ступень пьедестала почета. До этого аналогичный успех был достигнут в молниеносной программе. Несколько секунд на раздумья, ход, следующая доска. Сеанс одновременной игры Алиса Рубцова проводит не в первый раз. Летом юная спортсменка одержала семь побед в одновременной игре на десяти досках. Секрет успеха прос, считает Алиса, важно уметь быстро оценить ситуацию развития партий и сделать верный ход. За время тренировок в объединении шашки Дворца детского творчества этот навык у нее отработался до автоматизма. У меня уже есть большой опыт. Я уже, когда подхожу к другому сопернику, я еще по дороге думаю на той доске, на которой я сейчас стояла. Вот, уже смотрю на следующую доску, и это уже у меня все автоматически порадумывается. Чемпионка города среди женщин, трехкратная чемпионка Нижегородской области среди девушек, многократная победительница всероссийских турниров, чемпионка России среди девушек не старше 11 лет. За плечами Алисы десятки успешных соревнований. Совсем недавно этот список пополнили еще две победы уже мирового уровня. С чемпионата мира по русским шашкам юная спортсменка привезла две серебряные медали. В турнире участвовало 16 стран. Канада, Франция, Польша, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Болгария, Россия. Чемпионат для меня запомнился тем, что там очень большой опыт ты получаешь, там очень тяжело бороться. К соревнованию в Болгарии готовились как теоретически, так и практически, рассказал педагог Олег Васенькин. А именно изучали определенные дебюты для игры, а затем применяли их на практике в состязаниях разных уровней. Впервые в его педагогической практике ученик соревновался с сильнейшими шашистами планеты. На вопрос о том, как расти чемпионов, Олег Григорьевич отвечает, что уже давно вывел формулу успеха. В ней есть три главные составляющие. Это желание самих ребят заниматься, прогрессировать, продвигаться в шашистом спорте. Это желание родителей поддерживать своих детей, ну и желание тренера воспитывать таких звездочек, таких чемпионов. Заниматься с ними доставляет большое удовольствие, когда дети стремятся сами развиваться и развиваются, видят какую-то перспективу впереди. На достигнутом Алиса останавливаться ненамеренно. Сейчас она активно готовится к чемпионату Европы, который пройдет в октябре в грузинском городе Кабулете. Студенческий трудовой отряд СРФТИ «Оборона» вернулся со всероссийской стройки «Мирный атом-2022», которая проходила этим летом в Озерске. На протяжении двух месяцев ребята на практике осваивали рабочие профессии атомной отрасли, помогали на строительных объектах и при благоустройстве производственных площадок. Возрождение стройотрадовского движения в Саровском Фестихе началось в 2017 году, когда студенты вуза трудились на отраслевом предприятии «Элерон» в Сарове. Позднее, в 2019 году, летний трудовой семестр студенты провели в Челябинской области на объекте всероссийской стройки «Мирный атом-Озерск». Затем стройки проходили в ограниченном формате из-за пандемии. Спустя два года студ-отряд СРФТИ снова вернулся в Озерск. Свой трудовой семестр они провели на ПО «Маяк». Для многих членов команды поездка на Целину была первой. Это была моя первая поездка в стройотряде. Она была очень увлекательна. Я получил огромное количество опыта. Прошло кучу интересных мероприятий, которых нигде, кроме этого места, вряд ли можно увидеть. Помимо работы, там было множество мероприятий, таких как спорт, походы. Также были отрядные традиции. В спорте там были практически все дисциплины. Там волейбол, футбол, баскетбол, теннис. Мы отправлялись на экскурсию также в горы, что очень понравилось всем. На всероссийской стройке ребята стали лучшими в перетягивании канаты, а также заняли второе место на кибертурнире. Однако главное достижение – хорошие производственные показатели, которые продемонстрировал Саровский студотряд. На протяжении двух месяцев на поломаяк ребята занимались вырубкой лесов на территории завода, а также отделочными работами. Отделочные работы у ребят было мало опыта в этом, но в процессе ребят набрали опыта. Там были наставники, которые подсказывали, что как. То есть они оценивали нашу работу. Если что, мы что-то доделывали, переделывали. В итоге получилось закрыть эту свету прямо к отъезду и сдать сам попускник рабочего. Помимо этого у нас были мероприятия массовые, то есть для всех участников строя, для всех участников проекта были различные фестивали, творческие номера. Мы очень сильно уставали от работы, поэтому мы не принимали участие. Мы ходили только как зрители, болели за друзей. Сейчас студенческий стройотряд возвращается к привычному учебному ритму. С сентября у ребят начался новый учебный семестр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова